Жители 114 дома на Стахановцев недовольны качеством игровой площадки. Эти конструкции возвели по федеральной программе, но такое страшно даже в деревне поставить. Причем жители финансировали проект. С каждого сняли по 3%. Люди не раз обращались к коммунальщикам, организации, которая курировала работы. Приводили серьезные доводы. Однажды качелями едва не покалечило 11-летнего мальчика. На начало установки, все с ними воюем, и никто ничего не предпринимает, никаких действий. Даже когда упала качеля, я им позвонил, они говорят, это вандалы. Я говорю, какие вандалы? Я могу написать письмо там, и свидетелей кучу. Первую жалобу жители направили в ноябре 2020 года. После несчастного случая пожаловались еще раз. Качели демонтировали и в конце декабря установили снова. Причем просто поставили на землю, без дополнительных креплений. После обращения в ОНФ качели убрали снова. Мы в свою очередь обратились в управляющую компанию, в связи с тем, чтобы навели порядок с этим городком. На сегодняшний день мы видим, что данную качельку демонтировали. Надеемся, что по весне данная качелька появится. И еще указали на ряд недочетов, которые присутствуют на данной площадке. Надеемся, что весной будут все недочеты устранены. В управляющей компании Ленинского района заявляют, что проблема в сроке эксплуатации. Коммунальщики отвечают, качели не предназначены для детей старше четырех лет. В планах у нас входит летом установить чуть ли не бетонное основание под нее. И это же заводское изделие. То есть поменяем его на самый-самый толстый усиленный металл. Вот и все. То есть ситуация в этом плане очень простая. Просто эксплуатация показала. Ну, другой за два с половиной года просто он подрассчитался. Вот и все. Гарантийный срок игровой площадки – три года. Но в случае поломки конструкции жители в любом случае могут обратиться в управляющую компанию. Это по закону. Как будет на деле – неясно. Елена Лебедева, Венера Каримова, Сергей Олейник, 31 канал.